Добрый вечер! Это программа Попутчик студии Павел Федоров. Сегодня мы обсуждаем очень интересную тему. Это гибридные автомобили. В гостях у нас Анатолий Фомин, заведующий отделом науки и техники журнала «За рулем», а также Алексей Валянин, руководитель автосалона по продаже гибридных автомобилей в Москве. Для начала позвольте напомнить, что мы сейчас находимся с вами в прямом эфире и по традиции разыгрываем вот такой комплект фирменных часов «Автоплюс». В общем, этот приз каждый понедельник отправляется к тем, кто задаст самый интересный вопрос недели. Торопитесь сегодня задать интересный вопрос и, возможно, уже через неделю часики отправятся именно к вам. Ну, давайте начнем с самой простой темы. Что же это такое гибридные автомобили? С чем их едят? Откуда это напасть появилось на автомобильном рынке и стало близка уже даже нашим российским потребителям? Что это такое? Предлагаете мне начать? Я предлагаю вам начать. Ну, собственно говоря, гибридный автомобиль – это очень просто. Это автомобиль, у которого есть и двигатель внутреннего сгорания, и электрический двигатель. Соответственно, он может запасать энергию в аккумуляторных батареях и использовать ее либо для улучшения разгона, либо запасать энергию при выбеге или при торможении или при спуске с горы. Таким образом, у нас та энергия, которая обычно уходит и рассеивается с теплом при торможении, она у нас запасается и используется повторно. Поэтому у гибридного автомобиля больше КПД. То есть, изначально цель – это экономия некая, которая на лицо бросается в глаза, что никакая энергия просто никуда не уходит в тепло, в нагревание колодок. Да, она повторно используется для передвижения. Как это работает на деле? Действительно так происходит? Алексей? Да, по факту так и происходит. То есть, эти машины реально обладают лучшим ресурсом. Меньше нагружены у них отдельные узлы агрегата. Если брать отдельно бензиновый мотор, который в большинстве машин работает постоянно, то в гибридной синергетической установке работает последовательно либо тот, либо электрический. За счет этого больший ресурс всех узлов агрегатов. То есть, это тоже один из больших плюсов гибридной машинки, о которой мы, я думаю, чуть ниже поговорим. В основном, я полностью согласен с оппонентом, что лучшее КПД. То есть, покупая автомобиль, скажем, с пробегом, вот если вы берете обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, вы смотрите, ага, пробег там, не знаю, 100 тысяч, да? Это означает, что вот этот мотор протащил на себе всю тяжесть автомобиля, неизвестно в каких условиях, 100 тысяч километров. Когда вы берете гибридный автомобиль с пробегом 100 тысяч, это означает, что в процентном соотношении какую-то часть протащил бензинный двигатель, а какую-то, соответственно, электромотор. Ну, образно говоря, 70 на 30 плюс-минус. Это зависит от конкретных условий эксплуатации машины, от той местности, скажем, гористы-негористы, где он ездил, где больше работал электрическая его составляющая. Но, в общем, тенденция еще такая, что если привычно для людей выбирать машину по пробегу, и, как правило, люди, выбирающие себе автомобиль на вторичном рынке, обращают внимание, в первую очередь, на остаточный ресурс, то в случае гибридного автомобиля машинки трехлетние, которые допущены нам по законодательству, с пробегами 30, 40, 50 тысяч, как правило, более хлопотные по приходу в Россию, чем машины с пробегом 100. Давайте вот эту тему выбора, поддержанного гибридного автомобиля, отложим на дальнейшее обсуждение. Дело в том, что сейчас с нами на связи по телефону участник экспедиции Москва, Тикси Москва, наш оператор Владимир Гриневич. Напомню всем, что экспедиция уже близится к конечному маршруту, точнее, сейчас вступает только на самую интересную часть маршрута, то есть это где-то просторы Якутии. Добрый вечер, Владимир, где вы находитесь? Здравствуйте, Павел, здравствуйте, дорогие гости и уважаемые телезрители. Да, действительно, мы вчера достигли нашей, как говорится, важного значения в экспедиции, мы достигли города Якутска. Вот, и сегодня мы в городе Якутске расположились и готовим, как бы, автомобили к оффроуду. То есть сейчас у нас главная цель – это установка лебедок и подгонка, как говорится, под каждый автомобиль. Вот, очень интересно сложился вот этот участок, который мы вот были с последнего эфира. И сейчас вот мы проехали вот эту половину Якутии, которая, если вы так посмотрите на карту, она занимает, по-моему, где-то раза в полтора больше Европы. Действительно представляет, что это просторы этой республики. Владимир, расскажите, как готовить еще автомобили? Дело в том, что, насколько нам всем известно, все-таки пробег осуществляется на серийных автомобилях, которые специально никакой подготовки не имеют. То есть исключительно вот в них дополнены опции, которые можно получить в любом автосалоне. То есть полностью серийный автомобиль, даже на стандартной резине. Вот что там по поводу лебедок? Это тоже серийная история? Ну, вот в марке этого автомобиля, МЛ-320, к сожалению, невозможно установить лебедку в переднюю часть автомобиля. Там она вообще не предусмотрена. Вот, и нам пришлось, как говорится, использовать русскую смекалку, извернуться и всякое прочее. Вот, и установить лебедку на заднюю часть. Потому что, оказывается, у нее и сзади, для того, чтобы установить лебедку, нужно очень долго строить всевозможные кронштейны, вытяжки и всякое прочее. Поэтому лебедку у Mercedes ML-320 мы установили с помощью классического фаркопа на это место. То есть лебедка крепится за фаркопом. То есть это уже такая смекалка, но ничего дополнительного вы там не строили, не тюнинговали, в прямом смысле этого слова? Нет, нет, никакого тюнинга, ничего. Просто было обрезано по определенной мерке фаркопа, была специально пристроена конструкция из лебедки, и автомобиль будет иметь лебедку сзади. Но какая разница, я так думаю, что в различных ситуациях, с какой стороны лебедка. Да, конечно, было бы здорово вообще бы с двух сторон ее иметь, но лучше что-то, чем ничего. Какие у вас дальнейшие планы? Когда трогаетесь путь уже в сторону Тикси? Ну, вот на самом деле мы сейчас ждем пополнения нашей группы. И нами всеми уважаемого Андрея Игоревича Леонтьева, который пребывает буквально на днях. И еще ряда других журналистов изданий, которые информационно сопровождаются нашей экспедиции. Мы ждем, на днях они пребывают, и ориентировочно 9-го числа у нас старт уже в самый сложный, самый наиболее интересный участок вот этого движения. Кстати, хочу заметить, что сейчас пока погода нас радует, потому что я как-то до этого говорил в том, что погода, 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 погода. Мы все об этом упоминали, что погода держаться должна правильно. Да, действительно, сейчас правильная погода, и в течение вот уже более суток в Якутске держится погода минус 30. Как говорят местные, наконец-то у них потеплело, но вот что-то вот интересно, получается, для нас это не совсем обычно. Минус 30, чтобы потеплело, это вот не так всегда бывает. Но это очень хорошо, что это не будет наледей. То есть вот проклятых наледей, которые в прошлый раз не дали нам закончить дело до конца. Ну, спасибо большое за информацию. Я напомню, что на связи по телефону из Якутска с нами был оператор Владимир Гриневич, который участвует в экспедиции Москва, Тикси Москва. Пожелаем им удачи в дальнейшей экспедиции, и уже после 9-го числа будем следить за тем, как продвигаются эти машины дальше на север. Давайте вернемся все-таки к главной теме сегодняшнего разговора, это гибриды. Анатолий, ну мы знаем, что вы довольно долго занимались в журнале гибридной темы и даже предложили некую классификацию, потому что гибридов сейчас появилось огромное множество. И не все, в общем-то, обычные автомобилисты понимают уже, что теперь называть гибридом, а что не совсем. Расскажите, какие варианты вы предложили и, собственно, какие машины куда относятся? Ну, собственно говоря, предложил их не я, эта классификация, она практически сложилась, но существует несколько видов гибридов на сегодняшний день. Существуют так называемые микрогибриды или ультралегкие гибриды. Это автомобили, которые не используют, собственно говоря, электрическую тягу для движения. Но в то же время у них сделаны некоторые шаги в их конструкции для того, чтобы оптимизировать расход топлива. То есть, например, генератор такого автомобиля работает либо только при равномерном движении, либо при торможении. Естественно, если больше требуется от него, он работает и при разгоне. Но обычно при разгоне генератор не работает. То есть, таким образом, с двигателя снимаются лишние потребители, автомобиль улучшает динамику за счет этого. А, соответственно, при торможении он подзаряжает аккумуляторную батарею, как это и, в общем, происходит обычно. Конечно. Есть более сложные гибриды, гибриды так называемые легкие, где уже используется нормальный электромотор. Как правило, их отличие от более сложных, еще более сложных, тяжелых гибридов, которые мы можем назвать так, это то, что легкие гибриды, как правило, не могут ездить только на электродвигателе. То есть, электродвигатель там используется только в помощь бензиновому мотору. Например, при трогании, при разгоне, то есть, в тех случаях, когда необходимо, либо, например, движение в пробке с небольшой скоростью. Ну, вот движение в пробке с небольшой скоростью, это, скорее, уже прерогатива тяжелых гибридов. Дело в том, что реально провести между ними какую-то четкую границу очень тяжело. Обычно проводят по схеме, что одни те, которые могут ездить на чистой электротяге, другие, которые могут ездить только на электротяге вместе с работающим двигателем. Обычно вот легкими гибридами как-то наиболее известно Хонда, тяжелыми гибридами более известно Тойота. И, наконец, есть еще четвертый вариант автомобилей, которых, собственно говоря, пока не производится, но которые должны появиться в самое ближайшее время. Это так называемые, в общем-то, то, что называют подзаряжаемые гибриды. Их можно называть или называть как автомобили с... То есть, это машины, которые ездят в основном только на электрическом двигателе, а бензиновые либо дизельные моторы используются для подзарядки аккумуляторных батарей. Да. Но и причем он используется только в тех случаях, когда батарея уже достаточно разряжена и просто необходимо поддерживать ее на каком-то минимальном уровне. Но основное предназначение такого автомобиля – это езда все-таки на электротяге. То есть, ближе к электромобилям? Фактически, да. У нас есть первый звонок. Давайте послушаем мнение нашего телезрителя. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тимон. Я владелец такого обычного автомобиля, довольно-таки простого Жигулей модели. Мне хотелось бы узнать у молодых людей, какими они, автомобили, пользуются на данный момент. Если это не гибридные автомобили, то хотелось бы узнать, а почему выбирается все-таки обычный автопром, который больше пользуется этот способ? Так, спасибо за вопрос. Ну, давайте начнем с Алексея, поскольку я напоминаю, что Алексей у нас занимается продажей этих автомобилей. И я просто подозреваю, честно скажу, не знаю, что, скорее всего, он пользуется гибридом. Так ли это, Алексей? Да, действительно так. У меня в семье три гибридные машинки. Две Toyota Prius разных поколений. С левым рулем европейская модель. Это одиннадцатый кузов, который шел с 2000 по 2003. И последняя версия, которая выпускается по сей день, это так называемый 20-й кузов. Также гибридный микроавтобус. И, в общем-то, пересел я на них с 2005 года. Начинал как раз с автобуса, потом уже докупил Prius. Хотя обычная тенденция наоборот. Но, тем не менее, возвращаться назад очень тяжело и практически невозможно, даже в теоретических рассуждениях своих. Алексей, скажите, пожалуйста, вы просто больны этой темой. Вот я так сейчас, вы не обижаетесь, я скажу. Вы, потому что человек, который покупает три автомобиля гибридных сразу в стране, которая, в общем-то, пока что не славится. Нет, но это у меня большая семья. Или же, хорошо. Или все-таки это экономически обоснованно? Или такие великолепные эксплуатационные характеристики? Вот честно скажите, вы просто такой фанат этих дел? Нет, это же именно практика. Более того, практика основана не на пустом месте. Я пять лет занимался ралли в свое время. Десять лет отдал госслужбе, где перепробовал все служебные машины. Различных квалификаций, в том числе высшее звено автомобилей. Поэтому выбор был осознанный, и выбор был именно последовательный, и не имеющий альтернативы по сей день, к сожалению. То есть я постоянно занимаюсь исследованием рынка, в общем-то, хотя не являюсь автомобильным журналистом, или это не совсем моя специальность. Вы лучше, вы автомобильная практика. Да, у меня именно практика. Практика из автоспорта и практика из жизни, из московских пробок, из московских движений. Ну вот основные плюсы два, чтобы начать на такое обсуждение. Мы напоминаем, что мы, кстати, в прямом эфире. Подключаясь к нашей беседе, вы можете позвонить нам в студию абсолютно бесплатно, либо оставить сообщение на смс-портале. Правда, эта услуга платная, внимательно читайте, сколько это стоит. И подключаясь к беседе, задавайте вопросы, будем отвечать. Давайте несколько плюсов, чтобы нам начать уже обсуждать, в общем-то, все против и за. Основные плюсы, что надо набраться смелости как бы решиться, да, приобрести его. Приобрести, конечно, живую машину, но изначально не битую, не восстановленную. И думаю, что путь назад будет обрезан. Потому что один раз, вкусив его именно не на тест-драйве, а в нормальной эксплуатации, длительной хотя бы, там, неделю-две, сделать шаг назад очень тяжело. И второй плюс, это, как ни парадоксально звучит, и несколько раз была опровергнута математикой и журналистами, все-таки экономическая составляющая. То есть для среднестатистической семьи покупка гибрида, она оправдана в содержании. Даже в нашей стране, где нет никаких льгот и послаблений для этих автомобилей. Тем не менее, я чуть позже, если позволите, расскажу, из чего это складывается. Но, тем не менее, это так. Давайте ответим на еще один звонок, а потом выслушаем точку зрения Анатолия, который также исследует своей страны эту тему. Добрый вечер, слушаем вас. Представьте, пожалуйста, кто вы, откуда. Здравствуйте, Фим, вы, Алексей меня зовут. А вопрос такой, мне интересует лес гибрида, скажи, я не помню, как он называется. Говорите, пожалуйста, погромче, немножко плохо вас слышно. Алло, алло, по поводу лесу. Лекцию гибрид интересует. 350 или 450, я не помню. Кузов, седан или джип? Джип, джип, который кроссовер. Уже легче. Так, какие подробности? Так, вопрос такой, они достаточно недавно уже на рынке, скажем так, и бутуют мнение, что у них якобы садится вторая батарея, и которые находятся под водительским сидением. В результате это стоит даже 3-5 дней, и, скажем, как хотим бороться и смогли решить эту проблему. Есть ли какая-то информация по поводу надежности вообще таких машин в эксплуатации российских условий? Спасибо большое за вопрос. Ну, насколько нам известно, Лексус это одна из немногих марок, которая официально продает гибридные автомобили у нас в России. То есть, наверное, речь идет об официальных машинах, которые продаются в салонах, и вот это некая болячка этих автомобилей. Алексей, ну это уже к вам вопрос. Они приезжают к нам на сервис, да, я готов ответить. Думаю, что конкретно этот вопрос связан с тем, что Лексус это одна из самых угоняемых моделей, и в нее напичкают большим количеством сигнализаций противоугонных систем, поисковых систем. И, очевидно, речь идет о садящемся аккумуляторе 12-вольтовом, бортовом обычном, который, видимо, из-за неграмотной инсталляции либо еще каких-то вещей действительно имеет тенденцию к высаживанию. Тяговая батарея, она отключается с силовым реле и не имеет такого саморазряда, чтобы в течение 3-5 дней подвести владельца. Вторая часть вопроса звонящего, это как раз третий плюс гибридных машин, это колоссальная надежность. То есть надежность выверена больше, конечно, на чистом бренде это Toyota Prius, который изначально создавался как гибридный автомобиль и не имеет бензинового аналога. Надежность же Lexus, она, как ни сложно, противоречиво звучит, она не такова, потому что Lexus все-таки имеет бензиновых аналогов, и сначала были бензиновые версии этих машин, а уже потом были переделаны или дооснащены они гибридным приводом. Но, тем не менее, гибриды имеют отдельную линию ОТК, может быть, помните такое российское слово, советское еще, отдельную линию качества и контроля, как на этапах производства, на этапах комплектующих, так и на линии промсборки уже. За счет этого достигается другое качество для владельца. То есть другое отношение к какому-то такому эксклюзивному продукту, передовому. Анатолий, скажите, пожалуйста, вот вы ваших исследований гибридов можете подтвердить информацию о надежности? Вот какое ваше мнение как журналист, эксперта, который имел дело с ними? Что вот говорит журналистская общественность? Ну, в принципе, так как у нас единственный официальный бренд, который предлагает гибриды, это сегодня Lexus, ну и Toyota. Мы надеемся, что в скором времени у нас и Prius появится на нашем рынке официально. И тогда получается, что, ну, в принципе, марка Toyota, она сама как бы изначально очень известна своей надежностью. Но гибридный автомобиль все-таки, при всем том, он имеет большее количество деталей, большее количество узлов. И, в принципе, если мы просто теоретически посмотрим, там больше чему ломаться. То есть, несмотря на то, что двигатель, бензиновый на нем работает, безусловно, в более мягком режиме. Ну, тем не менее, вот европейский рынок, наверное, что показывает? Там уже электромобили и даже электромобили, в том числе и гибриды, очень широко распространены. Конечно, в первую очередь это обусловлено тем, что есть специальные льготы. Например, в центре Парижа, если у вас автомобиль, который там загрязняет окружающую среду, вам придется еще и доплатить какие-то взносы. Если вы имеете гибрид, то у вас очень облегченное налогообложение, в общем-то, стимулирующее к покупке таких автомобилей. И, например, поэтому, скажем, очень много парижских такси и в других городах Европы такси, которые люди, в общем-то, таксисты, как известно, ездят больше остальных, да, то есть там машина работает, превращается в такой коммерческий транспорт, очень и очень запали, в частности, на Prius, потому что машины позволяют экономить, и, в общем-то, они здорово выиграют, в частности, налогообложение по части налогообложения. Вот зарубежный опыт европейский о чем говорит? Дело в том, во-первых, что система налогообложения в разных европейских странах разная. Если мы возьмем тоже Францию, там действительно довольно много Prius'ов такси, но если мы посмотрим, еще больше там дизельных автомобилей. В первую очередь, потому что дизельное топливо дешевле, а во-вторых, потому что дизельные автомобили экономичнее, бензинового, для той же мощности, того же размера. Алексей, скажите, а вот приходило нам вообще сравнивать у вас обслуживание, сервис, приходилось просто сравнивать по надежности, допустим, автомобиля одного бренда, либо просто автомобиля гибриды обычные. Вот взяли там трехлетку такую и трехлетку негибридную, обыкновенную. Вот просто по количеству каких-то происшествий, неприятностей, именно характер такого, имеющего отношение к надежности, не какой-то агрессивной эксплуатации, да, а просто вот два одинаково автомобиля, примерно одинаково использующиеся по назначению, вот по надежности, все-таки кто себя лучше показывает? С этим как раз приходится сталкиваться каждый день, и весь предыдущий опыт эксплуатации обычных автомобилей подтверждает все вышесказанное. То есть гибриды действительно имеют дефорсированный бензиновый мотор, допустим, если брать на примере Prius, вместо... там стоит обычная тойотовская полуторажка, четырехцилингровая, но КПД с нее снимающая раньше было 56 лошадиных сил, во втором поколении 72 и в третьем 78. Но если мы посмотрим аналог у той же Corolla или у Lancer, у любого такого же серийного автомобиля, при схожих параметрах по объему, там уже мощность будет далеко за 100. Соответственно, ресурс двигателя все равно выше. Двигателя на всех гибридах, как правило, цепные. На двигателях... Скажу противоречивое замечание по поводу Анатолия. Нету навесных агрегатов. Скажем, последняя Toyota Prius, если вы даете ли внимание, анонсированная на автосалоне детальском, лишилась последнего навесного агрегата, это помпы. То есть помпа ДВС, она тоже стала электрическая. На Prius уже предыдущего поколения помпа приводилась все-таки ремнем. То есть классическим вот таким способом, да. Но это был единственный навесной агрегат, который, в общем-то, не нес на себе никакой нагрузки. Это не генератор, это не генератор, это не генератор, усилитель. То есть все вышеназванные вещи в Prius сделаны уже, скомпонованы по-другому и имеют электрический привод. То есть как раз количество навесных агрегатов снизилось, количество тех узлов, которые есть на машине, они действительно там более сложны и недоступны для обычных механиков, скажем так, отпугивают их. Но то, что там есть, оно перепроверено по 10 раз, выверено. И сама Toyota неспроста дает гарантию 160 тысяч километров на общий пробег этих машин и 8 лет на гибридные силовые установки. То есть как раз на электрическую часть. Да, это существенно. Я вас прерыву, у нас просто еще один телезритель на проводе. Давайте узнаем, какой его вопрос интересует. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Виктор, меня зовут из Краснодара. Вот у меня такой вопрос. Каким образом происходит экономия топлива в пробке, если ты, к примеру, пользуешься гибридным автомобилем, если бензиновый двигатель в этот момент не работает, работает электрически, да, у тебя зима на улице, и тебе нужно обогреваться. Или же напротив, когда лето, постоянно климат-контроль работает, ты в пробке стоишь, от чего же будет он работать? Это первый вопрос. И вот еще второй такой вопрос. Я сколько разговаривал с водителями гибридных автомобилей, к примеру, даже те вот Prius'ы, праворуки, они говорят, реальный расход 10-11 литров, вот на этой вот, на полторашке. И то есть экономия реальной никакой не получается. За счет того, что двигатель слабенький, к примеру, если ты по трассе начинаешь, ну, в нормальном режиме эксплуатировать, то есть там больше 100 ехать, то расход напротив очень большой у этой машины. Все, спасибо большое. Спасибо вам большое за вопрос. Давайте действительно. Ну, вот первый вопрос о энергообеспечении дополнительных систем автомобиля. Да, то есть мы знаем, что даже на, в общем, стандартных автомобилях с ДВС сейчас придумают, что только не придумают. Да, вот в какие-то марки придумывают люки с солнечной батареей, которая способна, например, обеспечить энергией, там, тот же кондиционер во время автомобиля, когда автомобиль находится, в общем-то, в недвижнем состоянии. То есть еще какие-то предлагают опции. А здесь не слишком ли большая нагрузка на эти батареи самые? Стоишь в пробке, все включил на полную, еще и музыка какая-нибудь хорошая стоит. Ну, в общем-то, самое время бы и сесть с этим батарейкам. Музыка действительно хорошая. Опционный JBL стоит, как правило, в хороших машинах. Но если говорить о климат-контроле, то Toyota, когда анонсировала свой Prius, по-моему, сразу зарегистрировала порядка 640 патентов по этой машине. В число этих патентов входил также впервые в мире серийно производящийся кондиционер на электротяге. То есть, чтобы было понятно для слушателей и телезрителей, это от обычной оконной сплит-системы, обычный насос, который стоит и не имеет ременного привода. То есть он расположен на привычном месте для автовладельца, но у него нет шкива, нет ремня. К нему просто подходят два силовых провода, ну или три. И он питается от батареи. И, соответственно, летом в пробках машине абсолютно ни к чему вжечь бензин, чтобы создать в салоне прохладу. По поводу зимней эксплуатации, другая категория. Там стоит электрическая помпа, которая постоянно омывает обмотки электродвигателя, которая постоянно омывает инвектор. Не секрет, что в гибридных автомобилях двойная система охлаждения, отдельно на ДВС, отдельно на электрическую часть. Соответственно, либо от нее, либо от энергии ДВС. Подпитывается климат-контроль и создается теплое, комфортное ощущение в салоне. Более того, на приусах, идущих с северных районов, скажем, большинство машин у нас идет со Скандинавии, со Швецией, стоят тены в печке, которые дополнительно еще греют, грубо говоря, на основе обычного кипятильника, чайника, греют два лица антифриза именно для создания комфорта в салоне. — То есть все продумано даже для Крайнего Севера? — Все продумано. По поводу расхода сразу могу ответить, что, к сожалению, это неграмотность эксплуатации, недостаток сервисных центров в районе, где конкретно эксплуатируют машины. — Ну, Краснодар, наверное, да? Раззанок был с Краснодара. — Машина, надо не забывать, что к ней надо относиться, как к любой обычной простой машине. То есть она точно так же любит периодическое ТО. — Гибрид, в силу своей специфики, имеет несколько конструктивных недостатков. Как то, это закоксованность камеры сгорания, закоксованность пустного тракта, дроссельные заслонки из-за нашего топлива. Не секрет, что топливо в России, даже бензин, не обладает хорошими моющими свойствами и хорошим качеством. Люди, купившие гибрид, начитавшиеся рекламы, отзывы и так далее, в эйфории, забывают о банальном техническом обслуживании. Плюс то, о чем я говорю, это чистка дросселя, периодическая, она не практикуется на дилерских даже сервисцентрах. Это уже, так сказать, наше ноу-хау и то, что мы нашли из болячек гибридных. Но если это проводить, при каждой смене масла банально прыскать в дроссельную заслонку очищающим составом, то расход сразу падает в разы. Ну, в общем-то, сейчас секрет такой раскрыли. Реально, даже в Москве, в зимней эксплуатации, в пробках, я сейчас езжу на своих машинках с расходом 4,5-4,7 литра. То есть, 11 в Краснодаре, это, значит, машина просто в очень запущенном состоянии. Вот весь ответ. Это не вина японцев. Анатолий, и вот из перечисленных проблем, которые людей волнуют, что можете отметить? Вот популяризация гибридов в Европе и, в общем-то, такая волна, которая сейчас у нас происходит, интерес, по крайней мере, к этим машинам повышенный. Как вы считаете, какие еще моменты могут отпугивать обычных, таких традиционных автовладельцев? Ну, понятный дизель. Вот у нас к дизелям тоже одно время относились осторожно. Мол, солярка плохая, еще что-то. Все-таки люди сейчас приобретают и предстоятельства продают, несмотря на то, что солярка вроде как не изменилась. Вот в гибридах, что может еще такого обычного автовладельца отпугнуть с вашей точки зрения, как эксперта? На что люди вот с сомнением смотрят в этих машинах? Ну, мне кажется, смущать может разве что сложность конструкции. Все-таки, когда в автомобиле так много дополнительного оборудования, это иногда немножко смущает. Ну и плюс сама иногда даже сами впечатления от езды на гибридном автомобиле, когда вот это происходит трогание автомобиля и при этом двигатель не работает, поначалу испытываешь какое-то чувство такое совершенно, какое-то сюрреалистическое. Ну, потом к этому, в общем-то, привыкаешь и дальнейшая езда, она не вызывает никаких проблем. Ну, казалось бы, это должно привлекать как-то так, никакого шума, да, вот, никакой вот этой вибрации, в общем-то, совершенно другие ощущения. Это, наоборот, должно, наверное, привлекать людей, как вы считаете? А вот у них, я так понимаю, может быть негативная реакция у некоторых? Нет, дело в том, что у нас сейчас как раз покупаются в основном дорогие гибриды и, может быть, даже не столько, даже наверняка, не столько с целью экономии, сколько с целью просто, как бы, так сказать, обладания такой сложной, престижной техникой, потому что основной бренд у нас сейчас Lexus. Lexus, в общем-то, дешевых автомобилей не делает, вот, и такие автомобили, безусловно, они, ну, скорее, это статусный автомобиль в конечном итоге, и, естественно, очень приятно, это, ну, примерно то же самое, что обладать дорогими механическими часами, хотя, в общем-то, дешевые электронные могут показывать намного лучше. То есть, получается, человек уже чувствует себя, что он идет в ногу со временем, причастен к этим инновационным технологиям, слово у нас сейчас такое модное повсюду с экранов и так далее, и так далее. Еще один звонок, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Договорите, пожалуйста, погромче. Добрый вечер. Да-да-да, здравствуйте. Меня зовут Борис, я из Москвы. Вот, у меня в данный момент автомобиль Honda Civic. Вот, я знаю, что Honda Civic гибрид сейчас выходит. Вот будет он в России? Не будет. Если будет, вот какие-то ваши мнения по поводу этого автомобиля. Скажите, пожалуйста, присматривайтесь уже сейчас к гибридному автомобилю. Вот, что вас интересует, почему хотите сменить, если присматриваетесь? Да-да. Мне просто понравился Honda Civic в этом кузове. Вот, хотелось бы по поводу гибридов, значит, возможно, да, и вариант покупки его. Спасибо за вопрос. Давайте ответим. Вот, что насчет прихода в Россию Honda? Анатолий, вы что-то слышали? Ну, насколько мне сейчас известно, то, что, по-моему, Honda сейчас не продает гибридный Civic. Вот, у Honda сейчас появился еще один гибрид, новый Insight. Вот, перспективы его продажи в России пока тоже не ясны. Но это, может быть, связано с экономической ситуацией сейчас, которая, в общем, крайне непонятна, и никто не знает, что будет дальше. Но, я надеюсь, что эти машины все-таки очень скоро появятся у нас. Алексей, а вот ваша точка зрения. Поскольку вас не останавливало в вашем бизнесе и вообще вот в развитии гибридов, то, что возят машины, официально не возят, вы все равно их и привозите, и ремонтируете. Как вы считаете, что может привлечь приход таких автомобилей в Россию? То есть, интерес аудитории, то есть, людей, которые захотят ездить на этих машинах? Или же все-таки, вот что может быть сподвигнуть крупную компанию на то, чтобы все-таки перейти на гибриды, начать их возить в страну? То есть, какие должны произойти события? Если говорить о компании, то все-таки экономика, экономия, так как в Стокгольме сейчас пробки из Prius. Все муниципальные предприятия, все рентокары, в том числе знаменитая довольно крупная компания Hetz, закупают сотнями Toyota Prius, и из них уже в центре Стокгольма пробки образуются. Большинство машин, что мы привозим, как раз берем из-под юрлиц, из-под корпоративных предприятий, которые просто выходят из-под трехлетней гарантии, независимо от пробега. И тенденция по наращиванию гибридных машин там, сами шведы при их социальной рекламе, при их штатной статистике подтверждают рост числа продаж и спрос на гибридные машины 30-40% в год. То есть год от года тенденция все больше и больше к этому склоняется. Просто у нас, видимо, нет социалки, нигде эта тема особо не муссируется, нигде она не поднимается в средствах массовой информации. Плюс есть какое-то нефтяное лобби, очевидно, где-то как-то проскальзывает. И отсутствие на этом рынке Toyota, отсутствие на этом рынке Honda, то есть с дешевыми брендами. Lexus, он просто не по карману большинству россиян. Вы говорили об экономике, то есть Тайгольм все-таки переселили не из-за того, что люди вдруг захотели сдышать чистым воздухом от каждой лично, да, или еще что-то. Просто их вынудили, объяснили, ребята, если будете ездить на экологичных машинах, заплатите в городскую, не знаю, казну еще куда-то, чуть меньше. Там есть ряд преимуществ. У меня, скажем, с каждой машины приходит пакет документов, в том числе талоны на фри-паркинг, на фри-въезд в центры всех европейских столиц. То, о чем вы говорили, в Париже, то есть на гибридах можно еще и въехать бесплатно в центр Лондона и запарковаться бесплатно. Это тоже привлекает, это один из стимулирующих вещей. Но, в первую очередь, это эксплуатационные расходы. Скажем, если поднять бюджет управления президента или Госдумы, посмотреть на корпоративные парки и на количество средств, которые туда сливаются, и сравнить с бюджетом муниципалитета Стокгольма или любой другой европейской столицы, кто пересел уже на Приус, Думаю, что цифры будут колоссально разниться. И это лишний раз подтверждает то, что экономия идет не только на топливе, но и на ресурсных запчастях. То есть, скажем, в гибриде, в любом гибриде, торможение идет за счет электромоторов. То есть тормозные диски, передние колодки, хотя машина тяжелая, машина с автоматом, для привычного пользования, они уже не являются расходниками. Это не та деталь, которую надо менять каждые 30-40 тысяч, как это мы привыкли делать на обычных автомобилях. У нас очень многие машины ходят до 200 тысяч на родных передних колодках. Это что-то небывалое, конечно. Ходовая часть Приуса выверена таким образом, что в российских условиях тоже до 200 тысяч. Как правило, у нас не востребованы ни шаровые, ни рулевые, ни какие-то детали подвески. Чем вы вообще тогда занимаетесь? Машина-то надежная и не ломается. Плановое ТО только и всего. И большинство владельцев через какой-то период просто со скуки начинают обращаться к нам за каким-то тюнингом. Установка ТВ, DVD. Так, отдельная тема. Давайте про тюнинг поговорим. У нас опять звонок. Давайте ответим сначала на вопрос телезрителя. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Да-да, слушаем вас. Я хотел бы задать вопрос по поводу того, как ведет себя гибрид в северных условиях. Что вас интересует? Вот вы откуда нам звоните, кстати? Может быть, вы хотите приобрести и просто находитесь на севере? В частности, да. В частности, на риск. На риск. В частности, эстимул. Скажите, какие у вас температуры вообще зимой? До каких опускаются? Пятьдесят. Пятьдесят. Очень интересно. Скажите, вообще эксплуатируют гибриды? Есть на улицах? Встречаются вот Lexus и те же, которые официально продаются или нет? Честно говоря, не знаю. Не знаете. Ну, давайте выясним. Вот как вы считаете, проводились ли какие-то официальные тесты у больших компаний по поводу эксплуатации гибридов на севере? Ну, насколько мне известно, Mercedes-Benz сейчас тоже готовит гибриды. Много достаточно машин таких. И вот они как раз недавно закончили тесты на севере. Насколько я знаю, до минус сорока у них никаких серьезных проблем не было. Но единственное, что гибриды у нас бывают разные, разные типы батарей. Там был автомобиль с литий-ионными батареями. Prius, насколько я знаю, первого и второго поколения используют никель-металлогидридные батареи. Третьего поколения вроде как тоже литий-ионные. Я не могу сказать, насколько они хороши при сильных морозах. У нас в редакции был Prius первого поколения примерно два года. В принципе, каких-то серьезных проблем с ними не возникало. Но, в общем-то, и экстремальных морозов в Москве как-то тоже не случалось. Не случалось. Но минус сорок – это уже для Европы экстремальная ситуация. Это известно тем, что даже если мы берем Скандинавию, там-то, в общем, может быть, где-то совсем на севере встречаются такие температуры. Но, тем не менее, если мы берем основную часть Европы, там, центр, там, в общем-то, таких температур нет. Но вот по звонку телезрителя минус 50. Алексей, как вы считаете, батарейки не сядут, как это бывает в мобильных телефонах? Вы знаете, раньше у нас были, по-моему, Motorola такие с тоненьким-тоненьким телефон. И бывало, что даже в минус 20 телефон банально замерзал. То есть, вот все их понакупали. Ой, как модно, как здорово. А на морозе поговорить толком и не удается. И зимой можно было совершенно спокойно менять просто телефон. Вот что с машинами? Не придется ли эти автомобили зимой ставить куда-то на парковку надолго? Минус 50, это серьезно. Сама Toyota в пресс-релизе к Prius анонсирует для минус 46 беспроблемный запуск этого автомобиля. При соблюдении минимальных технических параметров. Я веду речь о такой штуке. Может быть, сталкивались как турботаймер на широко применяемых автомобилях с турбинами. На дизелях, в частности, да. Когда машину сразу не глушат после поездки, а дают ей минуту-полторы, чтобы остыла турбина. При лютых морозах гибриду желательно дать заглохнуть. То есть, банальная такая просьба, это не глушить его сразу, как вы подъехали к дому, или оставлять его на ночную стоянку, если на улице действительно минус 40. Дать ему поработать и заглохнуть. Турботаймер у него встроенный, так называемый. То есть, машинка сама себя зарядит, доведет уровень батареи до нужного значения, чтобы этого хватило для утреннего запуска. Дело в том, что задняя передача на большинстве гибридных машин вообще решена простым перебросом фаз плюс-минус. Она поехала назад, как в детской батарейке, в детской игрушке какой-то. Поэтому все варианты парковки, вот во дворе, там, въезд в гараж, в ракушку, или припарковаться у бартера, машина исполняет на электротяге. Соответственно, пока человек подъехал, запарковался у дома, он действительно просадил немножко батарею. И прежде чем выходить из нее, надо дать ей 30 секунд хотя бы поработать. То есть, этого, как правило, хватает для запуска до этих минус 40, минус 50. А на практике могу сказать, что по осени мы поставили порядка 8 машин в Лабытланге, в Воркуту, в Салихат, в те районы, и Серов, Киров. В общем, за Урал. Довольно много ушло машин за Урал. И большинство этих владельцев автомобилей, кто нас заказывал, они ездили до этого на проводульных аналогах, как раз в 10-11 кузове. То есть, с другими батареями, не светильонными. На машинах предыдущего поколения, предыдущих кузовов. И они осознанно пересели именно на такие же машины нового поколения, лишний раз подчеркивая их надежность и на практике вкусив все преимущества гибрида. У меня даже есть на сайте фотография, по-моему, Салихат, где на градуснике минус 53, и под офисным зданием утром светится градусник, стоит один единственный автомобиль, это Toyota Prius, с заведенным мотором. Ну и с комментариями, что больше никто не завелся, не смог приехать на работу. Понятно. Ну что ж, очень так наглядно и информативно. А что вот с ремонтопригодностью? То есть, мы сейчас говорили о том, что автомобиль довольно сложный. У нас многие по привычке даже покупают дорогой автомобиль, как-то вот так вот, особенно люди старшего поколения, которые еще застали российские автомобили, когда они пользуются огромной популярностью. Люди открывают капот и оценивают, а, в общем-то, самому реально покопаться в дороге или еще где-то. Возможно, человек никогда больше капота не будет открывать, но все-таки вот этот вот стереотип, да, он у многих срабатывает. Когда человек открывает и видит там множество проводочков, вот вообще каких-то батареек, не дай бог. В общем, многих настораживает. А так ли страшен черт, как кажется? Или все-таки можно разобраться и самому? Или же только вот у таких специалистов? Ну, видимо, это и является отпугивающим фактором, как в свое время отпугивал впрыск любителей карбюратора, как отпугивал автомат любителей механических коробок. Также сейчас бренд-гибрид отпугивает большинство владельцев, и никто не смотрит в его сторону. Просто боязнь технического прогресса. Люди, кто более-менее уже разбирается в этом, те, кто побывали в той же Европе и покатались, взяв прокат эту машину, многие осознанно приезжают сюда и заказывают, ищут именно гибрид. В плане сложности, вот как раз вспомнил еще по поводу холодного запуска, у машины отсутствует стартер. То есть у нее штатный двигатель, обычный тойотовский мотор, где есть это место, там стоит заглушка в корпусе коробки под крепление стартера. Но он ей не нужен, и он отсутствует в принципе. То есть запуск вот в эти холода происходит не как на обычной машине с стартером, 12-вольтовым аккумулятором, чих-пых-чих-пых, по чуть-чуть. А гибрид просто крутит тяговым электромотором, там 30-60 кВт в зависимости от его мощности, прям за маховик двигатель. И крутит его не на 200-300 оборотов, а дальше взрыв и поджиг, а, извиняюсь, на режим холостого хода, 1000-1200. Поэтому в принципе гибридному автомобилю ему по барабану какой мороз, ну таким простым языком. Просто электрическая часть дает команду на запуск, вращает электромотором двигатель в режиме холостого хода. Далее в течение минуты-двух у вас моргает лампочка ради, которая обычно вспыхивает сразу, в такие морозы она начинает моргать. Ради в дословном переводе это готов. То есть готовности не происходит, потому что она выравнивает компрессию по цилиндрам, выравнивает режим холостого хода уже вот этими обычными взрывами системы поджига. Понятно. У нас еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте, я звоню из Самары, меня зовут Лерия. Езжу на лекцию на 300-м, вот просто хотела бы поменять. Очень привлекает гибриды. Вообще, сначала вроде как 350-м, а потом, ну нет, 400-м. Ну, во-первых, естественно, что два мотора, бензин, конечно, естественно, экономия. Мне очень нравится, что налог очень небольшой. Вот, и вы знаете, единственное, что вот у меня все-таки на лекции по нему подвеска, а так как у нас в Самаре тоже парковаться, сами понимаете, не всегда приходится. То есть мне очень так удобно, как говорится, прыгнула на барбюрчик, кнопочку нажала, по нему подвеска. В 400-м там нету этого. Тем более, что как бы за городом, там, бача, дом, да, бывают такие ситуации. У нас дороги-то не очень в Самаре такие замечательные. Хотелось бы, конечно, то, что нет подвесочки. Там, в принципе, я не знаю, в принципе, наверное, сам этот Кривинский, да? Он, наверное, у него, в принципе, такой-то нормальный. У 400-го-то я так видела. Но не знаю, вот как вот по поводу того, что если на барбюрчике-то заезжать на нем. Ну, просто я езжу, ну, вот, понимаете, привыкла вот к этой кнопке, грубо говоря, да? Уже у меня как-то автоматически, если барбюр такой высокий, уже боюсь задеть там, повредить защиту картера, ну и так далее. То есть понимаете, о чем я говорю. Понятно. Спасибо вам большое за вот такое мнение. Поздравляю, кстати, с наступающим праздником 8 марта. Ну, смотрите, девушка звонит, вы даже чувствуете вот интонацию, она не спрашивает. Она уже уверена, что да, гибрид, только гибрид смущает только вот, в общем-то, возможность регулирования клиренса подвески. Ну, что можно сказать, ну, Алекс, что там? Ну, это особенность комплектации, в данном случае машины, которые предлагаются на нашем рынке, видимо, поскольку система регулирования дорожного просвета предлагается только с обычным двигателем, то есть не предлагается с гибридной трансмиссией. Я, к сожалению, не знаю, предлагается ли такой вариант на других рынках, возможно, что он и есть. В Штатах есть, да. Нас ущемили немножко. А почему? Вот, может быть, там техническая проблема, просто дополнительный там расход, опять же, электроэнергии вот на обеспечение деятельности этой подвески, или, ну, какая-то техническая проблема, или просто вот подумали, что и так дорогая машина получается, еще им такую опцию, в общем, никто брать не будет. Или вот в чем причина? Экономическая или все-таки технический вопрос сложно решить? Сложно сказать. На самом деле, это вопрос скорее к специалистам Тойоты, почему они решили продавать машины именно в этой комплектации или не в этой. Это, в общем-то, вопрос специалистам по маркетингу. А на самом деле, там не такой большой диапазон регулировки дорожного просвета, поэтому я не думаю, что обычная подвеска должна сильно смущать. То есть я не думаю, что там разница есть больше 20 миллиметров реально в дорожном просвете. Девушке можно не опасаться. Хорошо, успокоили. Предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Дело в том, что недавно наши корреспонденты тоже занимались изучением вопроса гибридов в России. Вот давайте посмотрим мнение Игоря Губри на этот счет. Если пробежаться глазами по премьерам последних автошоу, то можно заметить, что автомобили с гибридной силовой установкой появились в списке перспективных моделей всех лидеров мирового автопрома. Защитники окружающей среды могут бить в свои зеленые барабаны. Нашествие гибридов началось. Впрочем, до недавнего времени лишь Toyota и Honda стреляли купоны с экологически сознательных граждан по обе стороны Тихого океана. Европейские и американские производители взирали на гибриды равнодушно, воспринимая их как забавные технологические концепции, не более. И вот все изменилось. Mercedes, BMW, Audi, Ford, Citroen, даже Bentley – все хотят урвать кусочек гибридного пирога. Смело можно предположить, что спустя 3-4 года автомобили со смешанной силовой установкой окажутся в модельной гамме всех уважающих себя автопроизводителей. По нашим дорогам тоже ездят гибриды. Их немного. В Москве всего несколько тысяч. Примерно столько же на Дальнем Востоке. Официально гибриды продает у нас Lexus. И всего две модели. Ну вот небольшая такая зарисовка, да. По поводу того, действительно ли через несколько лет нас ждет гибридный автомобильное сообщество. Ваше мнение как специалист. Для начала вот вас хотелось бы узнать. Вы занимались исследованием. Как считаете, действительно это так? Можно согласиться с нашим корреспондентом. Он провел свое исследование, что будет гибридный бум настоящий. Гибридный бум именно в нашей стране в том числе. Честно говоря, я в этом немного сомневаюсь. Дело в том, что вся структура автомобильного рынка, она очень сильно зависит от особенностей налогообложения. В частности, популярность гибридов в тех же скандинавских странах вызвана большими налогами на дизельные автомобили в этих странах. Собственно говоря, существует два варианта для желающих сэкономить на топливе. То есть, вместо обычного бензинового автомобиля купить либо автомобиль с дизельным двигателем, либо автомобиль с гибридным приводом. Соответственно, надо просто решить, для чего этот автомобиль нужен. Если автомобиль нужен в основном для езды по городу, в пробках, то здесь, естественно, есть определенные преимущества у гибридного автомобиля. Если автомобиль нужен для поездок на дальние расстояния по шоссе в большом количестве, здесь, наверное, лучше выбрать дизельную машину. Алексей, как Вы считаете? Я думаю, что весь мировой опыт и практика последних 10 лет, в этом году уже будет 12 лет с момента выхода первого серийного гибрида, показывает, что это следующая ступень эволюции автомобиля. То есть, от этого никуда не деться. Хотим ли этого или нет? На сегодня только ленивый. Даже Porsche уже заявила о создании своего гибрида. Поэтому, думаю, что как раз будущее за этим, в ближайшие годы мы с вами увидим массовый переход на эти машины. Ну, что касается Porsche, давайте сразу после того, как ответим на вопрос телезрителя, посмотрим небольшой сюжет на тему первого гибрида от этого производителя. Добрый день, слушаем Вас. Здравствуйте, Василий из Петербурга. Да-да, очень приятно, слушаем Вас. Вы не подскажете, а вот Toyota Prius, ее можно купить новую у нас в России? Или это еще пока говорят, что привозят со Скандинавии, а новую можно вообще купить? И сколько она стоит, если не секрет? Василий, ну официально Toyota Prius у нас пока не продается, но вот насчет купить или привезти новую машину, давайте узнаем, Алексей, реально ли привезти новый автомобиль из Европы? Да, реально. Без всяких проблем, но надо понимать, что таможенная пошлина на сегодняшний день будет составлять 56% от стоимости. То есть если машина стоит 33 тысячи евро в максимальной комплектации, там с кожаным салоном и с системой автопарковки, там надо добавить 16 тысяч евро к этой сумме только на таможенный платеж. То есть, соответственно, маленькая машинка с полутора-литровым мотором в России будет обходиться при таких составляющих 50 тысяч евро. Думаю, что она не очень востребована. За все время мы поставили две такие машины под бюджет, то есть их оплачивали безналично. Понятно. Прецеденты есть, но минимальные. Давайте, прежде чем приступить к премьере от Порше, давайте посмотрим небольшой эпизод о том, как устроен гибрид. Вот несколько мнений нашего корреспондента и расследований большой. Из чего же состоят эти автомобили? Разрабатывая первый гибридный автомобиль, инженеры исходили из здравого предположения, что машина, которая будет потреблять меньше топлива, будет и более дружелюбной к окружающей среде. Одним выстрелом они хотели убить двух зайцев. Осталось придумать, как сохранить приемлемые динамические характеристики автомобиля. Найденное решение оказалось изящным и на бумаге простым. Поставить параллельно небольшому бензиновому двигателю, настроенному на работу в щадящем режиме, электрический мотор. Замкнуть всю силовую установку в некую взаимосвязанную цепь, когда один механизм поддерживает другой, и дело сделано. Вот, смотрите, разгон осуществляется на электродвигателе. Когда машина выходит на крейсерскую скорость, запускается двигатель внутреннего сгорания, а электромотор служит генератором, подпитывая аккумуляторную батарею. При необходимости интенсивно ускориться, моторы помогают друг другу, работая одновременно. Во время движения накатом и при торможении вновь происходит зарядка батареи. По расчетам, гибридный автомобиль должен быть вдвое экономичнее такого же по характеристикам бензинового собрата и, соответственно, вдвое экологичнее. Первая серийная Toyota Prius, изготовленная именно по такой схеме, была продана в 1997 году. Трудно поверить, что гибридным автомобилям уже 11 лет. Еще труднее поверить в то, что за все эти годы простая и изящная идея не была воплощена в металле и пластике остальными автопроизводителями планеты. Возможно, помешали законодательные препоны, ведь Toyota запатентовала все свои разработки. Возможно, просто косность сознания. К счастью, эти времена прошли, и гибриды плодятся, как грибы после теплого дождя. Гибридные технологии Toyota оказались наиболее удачными и, пройдя испытания временем, стали охотно приобретаться европейскими и американскими производителями. Правда, существует мнение, что тойотовцы продали далеко не все свои секреты. И пока ни у, скажем, Ford, ни у Nissan, не получается делать гибридные автомобили со столь же высокими характеристиками, как у Toyota и Lexus. Ну что ж, вот такой еще один небольшой экскурс в историю и, в общем-то, в положение дел. У нас просто завалили своими сообщениями. Давайте начнем отвечать, потому что время в эфире неумолимо подходит к концу. Вот задают вопрос экономического соображения. Насколько трехлетний Prius, тут конкретику спрашивают, дешевле аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания? Насколько экономически оправдана покупка такого автомобиля? Вот на первоначальном этапе вложения, вот какова средняя цена Toyota сейчас в России, уже которая находится здесь? Я не могу сказать за другие Toyota, скажем. Просто не анализировал рынок. По-моему, чуть дороже он получается. То есть на сегодняшний день при существующих пошлинах они поднялись с 1 января, как мы все знаем. И при существующих курсах валют, машину мы привозим из-за рубежа, то есть за валюту, цены стартуют где-то от 550-590 тысяч в рублях. Соответственно, возможно, аналоги, которые существуют на нашем рынке, можно купить и дешевле. В дальнейшем здесь уже спорный вопрос, и простая математика и опыт эксплуатации показывают, что гибрид будет в содержании обходиться гораздо дешевле. Как я уже говорил, тормозные диски, колодки не являются расходниками, как я говорил, что затраты на топливо будут меньше. Ну и просто заезды на сервис и посещение его, а тем более закупка каких-то дополнительных запчастей, она здесь уже не имеет смысла, лишена как такового. Понятно. Анатолий, скажите, а как вы думаете, насколько гризис ударил именно по этим автомобилям? Потому что, как мы знаем, официально их не возят, у нас не производят, соответственно, как и все остальные автомобили, их возят, уплачивают таможенные пошлины. Насколько мы знаем по сообщениям в прессе, вообще сейчас ввоз автомобилей иностранного производства в страну резко ограничен. Таможня, скажем, в Калининграде встала практически, на Дальнем Востоке праворукие машины тоже не везут. В общем-то, ну и с европейцами то же самое. Как вы считаете, это может убить вообще вот эту гибридную тему? Я имею в виду гибрид для всех. Бюджетные автомобили, вот Toyota Prius, а не Lexus, которые официально возят. Гибридную тему в нашей стране. Придушить ее на какое-то существенное время. Ну, такое не исключено, потому что все-таки из-за этих вот экономических последних потрясений, естественно, мы все как бы стали гораздо беднее, если сравнивать доходы там, даже у кого они сохранились в рублях, они значительно уменьшились в валюте. Естественно, люди будут предпочитать, может быть, подержанные автомобили, от которых опять-таки отгородились пошлинами, или автомобили более дешевые. Тут сложно сказать. Гибрид, он изначально более дорог. И самое главное, что, скажем так, его все положительные стороны проявляются, к сожалению, в наших условиях эксплуатации, на мой взгляд, не лучшим образом. Потому что у нас реально, как бы наши пробки немножко не похожи на те пробки, которые там есть у них. У нас либо движение мертво стоит, либо все, так сказать, несутся как сумасшедшие. А гибрид лучше всего проявляет себя в условиях, так называемого, американского городского цикла, то есть где у них города представляют собой такие одноэтажную застройку, такую в плане, она выглядит сверху всегда такими клеточками равномерными, это вот проехать 500 метров, остановиться перед перекрестком, пропустить или дождаться светофора, проехать следующие 500 метров. Вот в таком варианте, особенно в сочетании с мягким климатом, гибрид действительно очень хорошо себя показывает. Можно сказать, что такие автомобили дисциплинируют, это не автомобили, с одной стороны, не для гонок, а для такого размеренного стиля езды. Может быть, то, что надо для людей, которые ездят аккуратно, пропускают и ведут себя на дороге интеллигентно. Давайте ответим на следующий вопрос. Очень интересный мой взгляд, вопрос из Московской области. Почему не говорите о негативных влияниях электромагнитных волн на здоровье человека? Ведь, как известно, они довольно опасны и, пожалуй, гораздо более вредны, чем пары бензина или выхлопные газы. Насколько человек в гибриде защищен от электромагнитного излучения, написано. Вот, Алексей, сложный вопрос, и действительно, даже в голову не приходило. То есть ты сидишь на батарейках довольно мощных, есть там какие-то излучения? И, в общем, изучал кто-то этот вопрос или нет? Ну, думаю, что его изучала, в первую очередь, сама Toyota, прежде чем выпустить этот бренд на рынок Америки, где, скажем, законодательно ей запретили систему автопаркинга из-за того, что машины должны издавать шум, а автопаркинг происходит в полной тишине. И, учитывая те страны, куда она поставляется, поставляется она по всему миру, думаю, что Toyota этот вопрос долго, досконально изучала и защитила нас, как эксплуатирующих эти машины, от вредных воздействий. На практике могу сказать, что батарея никелеметаллогидридная практически необслуживаемая, находится в пластиковых ячейках, их 38 штук. Они, в свою очередь, защищены еще металлическим кожухом и находятся не под сидением, не в салоне, а скорее в багажнике над задней балкой. Поэтому прямого контакта с ними не происходит. И на нашей практике единственное, что мы смогли за несколько лет выяснить, это то, что батарея вредна, в свою очередь, электрическая дуга от сварки. — Понятно. Я прошу прощения, но дело в том, что час эфира буквально пролетел, у нас осталось несколько секунд буквально на то, чтобы попрощаться. Дорогие зрители, могу лишь только обещать вам, что мы вновь встретимся с нашими гостями в этой студии, чтобы все-таки до конца разобраться с гибридами. Поэтому мы расстаемся ненадолго, я надеюсь, что вы еще раз к нам придете. Напомню, что сегодня в гостях у нас был Анатолий Фомин, заведующий отдел науки и техники журнал «За рулем», а также Алексей Валянин, руководитель автосалона по продаже вот этих самых гибридных автомобилей. На этом у нас все. До свидания.